привет тусики еще раз сегодня был с утра прямой эфир я думала сегодня я уже не выйду вообще не выспалась спала три часа вот и что-то начала делать фаршированные блинчики очень долго жарила мясо лук тесто дело так далее и поняла что заколебалась сделать перерыв ходила по дому круги наворачивала и поняла то что мой любимый перерыв то что я хочу делать это это болтать и поэтому я решила на перерыв выйти к вам поболтать и тут же параллельно с этим возник вопрос потом ответ от меня конечно вопрос от аудитории по поводу высвобождение энергии хотя мы эту тему уже давно блин проговорили вас на ютюбе смотрю и вы тут я вот высвобождаю энергии там благотворительность или я делюсь чтобы умножаться то есть когда мы делимся мы умножаемся клетка поделилась и их стало больше умножилась дважды вот и многие считают то что нужно делиться деньгами благами ну ощущениями подождите секундочку вот вернулась и мы начали затрагивать тему зачем делиться надо ли делиться или нет деньгами там заниматься благотворительностью платить большие деньги за курсы и так далее и тому подобное вообще хочу сказать корень здесь в одном только если весь мир проявлены наши чувства уплотненной форме то есть мы чувствуем внутри и это проявляется во мне вот данный момент все вокруг это продукты наших чувств уплотненной форме мы видим для того чтобы подтверждать себе подтверждать себе познавая свои внутренние какие чувства у меня сейчас есть и этот мир нам показывает то есть глядя на природу мы чувствуем чувствую внутри своего тела эту природу то есть себя через эту природу через природу мы себя познаем какие чувства у нас внутри вот почему прочувствовать сейчас сначала гореть я как раз сейчас перейду к этой высвобождение энергии из денег когда мы смотрим на новое платье мы чувствуем определенные чувства какие то на самом деле эти чувства-то в нас сначала родились потом они уплотнились мы на уплотненную форму во вне смотрим и опять это чувство чувствуем опять ну то есть сначала мы его не заметили ну там не обратили внимания она у нас есть она пролетела там мимоходом она уплотнилась она проявилась мы опять на него посмотрели вспомнили блин что за чувство у нас сейчас внутри, мы себя так познаём через внешний мир, познаём себя через чувства, глазами, ушами, руками, обонянием, мы можем даже просто не видеть, не слышать и вообще в поле зрения никого ничего не видеть, но представить просто и уже почувствовать то, что вы представили, как материальную какую-то форму, каким чувством вы это создали и что вы сейчас чувствуете, всё это увидеть и услышать. Короче, наш мир это вот просто чувство проявленное. Так по поводу высвобождения энергии, давно эфир идёт? Да нет, недавно, минут 5, и сейчас он закончится, потому что у меня осталось 10%, я даже не посмотрела, когда вышло на самом деле, вот, и у меня уже что-то отключается, глючит. И по поводу денег, хотела сказать, когда вы деньги берёте, высвобождаете, то есть, ну, делитесь, вы умножаетесь, то есть, с какими чувствами вы их высвобождаете, вы же их высвобождаете для определённых чувств, например, если в обучении себя, да, вы чувствуете расширение, вы даёте деньги там на какое-то обучение и вы расширяетесь, ваши чувства, вы поделились, но вы расширились, и, естественно, в материальной форме эти деньги всё равно, они умножатся каким-то другим способом, к вам придут, если там надо именно деньгами. Пофиг. Когда вы покупаете себе платье, вы хотите испытать, ну, чувство какой-то, ну, блин, комфорта, красоты, там, чего-то новенького, новизны, у каждого разный букет чувств, там, когда вы покупаете платье, вы поделились чем-то, ну, там, деньгами, допустим, теми же, вы получаете это платье и чувствуете эти чувства, которые изначально создали это платье, хотела одно сказать, потом начинаю в другое говорить, блин, у меня мозг вообще улетает, вы получили то чувство, которое вы хотите испытывать, когда вы поделились, вы сразу же получили это чувство обратно себе, его увидели, разглядели, короче, себя познали, даже, блин, через это платье уже себя познали, вот, когда вы отдаете деньги, там, допустим, подруге, даже давайте не деньги, Ольгу возьмем, да, она мне подарила, ну, достаточно много дорогих вещей, бриллианты, там, серьги, кольца, цепочки, там, с кулонами, вот, она этими бриллиантами раскидывается и мне дарит, она это делает не с чувства, типа, я бедняжка такая, да, либо у неё нету чувства мне помочь, она просто чувствует красоту внутри себя, видит эту красоту вовне, она делится, расширяясь при этом, множит эту красоту и она поделилась этой красотой для того, чтобы дальше наблюдать эту красоту, то есть её чувство вот этой красоты, у меня лямки упали, её чувство вот этой красоты, оно умножится, она поделилась, но у неё произошло вот это расширение, но когда вы даёте деньги с чувством помочь, с жалостью, вот это чувство жалости, оно умножится, да, вы даёте чувство помочь, из чего вы хотите, то, что человек какой-то там обделённый, сам себе не может помочь, то есть, вот это чувство обделённости вы множите, да, и причём множите это чувство внутри себя. Блин, начала с одного, заканчивала с другого, ищу эту зарядку, я сейчас отключусь, короче, я хотела сказать, смысл в чём, что когда вы делитесь, будьте осознанны, вот, вот к чему я говорю, будьте осознанны и осознайте, блин, из каких чувств вы делитесь, чего умножите-то, красоту, радость, или бедноту, она бедная, несчастная, я ей дам денег, помогу, короче, вот эту бедность, несчастность вы умножите. В чём я, мозг чё-то отключился вообще, я там написала прям на целый пост куча информации, думала, сейчас вам это всё расскажу быстренько, я не помню, чё я там написала, но это красиво написала, в итоге, походу, придётся пост печатать. Отлично выглядишь, похорошей, спасибо. Как нос? Да, отлично, завтра вот уже к врачу поеду, мне должны либо пластырь снять вообще, либо поменять, вот, но я знаю, что нос, ну, как бы до трёх месяцев или до полгода ещё будет там что-то восстанавливаться, вот, фиг знает, снимут, не снимут, ну, я уже отлично всё чувствую, вообще прекрасно. Короче, люди, когда вы делитесь, вы всегда расширяетесь. Когда вы тратите деньги на радость, что такое деньги? Это вообще ничего, просто иллюзия, куда идёт ваше внимание, всё. Вы когда обмениваете, делитесь, то есть отдаёте что-то, это как вдох и выдох, да, в вашей жизни, вы поделились, вам тут же обратно это приходит, причём, блядь, в большем объёме. Вы поделились красотой, вы поделились радостью и так далее. Вот вы деньгами, если поделились, не ждите, что они сейчас вдвойне к вам придут. Если вы ими поделились из чувства, ну, кайфа, то они с кайфом к вам и придут. Но если из чувства бедноты, то то, что вы поделили, у вас ещё поделится. То есть всё всегда умножается, недостаток, он умножается. Достаток, он умножается. Если вы даёте человеку деньги, одежду, блага, пофиг, квартиру дарите, машину, это и про мужчину, и про женщину одинаково вообще работает. Из чувства просто, ну, блин, у меня много, и я просто делюсь, потому что я не знаю, куда это девать. И мне потому что хорошо от этого, то вы это умножили ещё в своём мире. Но если чувства, блин, бедные, несчастные, ему надо помочь, то прикиньте, насколько вы вот эту вот хрень умножаете. А если я делюсь с родителями из чувства долга перед перед ними, ну, конечно же, вы свои долги к самому себе множите и будете в кредитах и в долгах. Про массаж так же. Да неважно, чем вы делитесь, деньгами, вашим творчеством, вашей песней, вашим танцем, вашими мыслями, то есть какой посыл, какие чувства вы в это время испытываете. Вот надо всегда обращать внимание на то, что вы испытываете, вот прям какое чувство у вас вызывает то, что вы делаете. А с деньгами это же, представляете, в деньгах ваш мозг вложил очень много энергии. Ну, если мы будем мерить энергию. Щедрость – это хорошее качество, да это офигенное качество, вы расширяетесь, это ваше расширение, это ваше познание. Вот, ну что вы умножите, что вы расширяете, вы как бы осознаваете? Можно щедро делиться своими деньгами из чувства блин, жалости, из чувства недостаточности у кого-то чего-то во внешнем мире, хотя внешний мир – это проекция вас, это недостаточность ваша множится. Либо вы делитесь от чувства избытка, от чувства радости, от кайфа, вы хотите, блин, весь мир любовью заразить, вот из этого чувства. Но когда вы даёте подружке деньги, вы говорите, просто очень часто мне говорили то, что Нелли, вот я же даю подружке деньги, я вот такое просто не раз слышала, опять же, это я сама себе говорила через них, чтобы это осознать ещё глубже. Я испытываю радость. Да ни хрена! Если у подружки нет денег, а вы ей даёте, за этой радостью, которой вы прикрываетесь, всё равно стоит чувство, блядь, помощи, то, что она сама не смогла, у неё недостаточность, но это ваше внутреннее чувство, вы чувствуете её недостаточность. Но если чувство недостаточности, вы чувствуете, оно же внутри вашего тела, это же ваша недостаточность, это не её недостаточность, это ваша, оно просто ваше зеркало. И это чувство вы умножите, прикрываясь вот этой радостью. Мне радостно дать родителям денег, мне радостно дать подружке денег, мне радостно дать своему ребенку денег. Но при этом за этой радостью стоит боль, понимаете? Боль стоит от того, что они немощные, недостаточные, у них там все хреново, им надо помочь. Вот эту боль вы умножите в себе. То есть ваш фокус внимание должен быть на другом. А почему я так решила? А не разглядеть ли мне по-другому? Почему я решила, что у нее ни хрена ничего нет? Да она такой этап жизни проходит, вообще самый лучший, великолепный, какой только может этап быть у нее в жизни. Она сейчас опыт получает, да блин, классно. А вот интересно понаблюдать. Интересно. Я не знаю, как это случится, но мне интересно. Это есть тот импульс, запускающий вашу любовь, ваш поток. Мне интересно понаблюдать, а как вот у нее вот так будет, а как будет вот так. Но понимая это, что она будет вас отражать, и тут же задаете вопрос. Интересно, а у меня-то это как случится? Но это я увижу в своем мире, в собственном, где никого нету, кроме меня. Ну и интересно. То есть сначала вы заходите там издалека, и каждый раз все равно подходите к себе. Вот. Не знаю, кто сейчас присоединился к нам. Случайно нажал на кнопочку. Ну как случайности, не случайны. Кто к нам сейчас выйдет? Привет. Ты кто? Рассказывай. Ой, у меня уже зависло что-то. Привет. Покажись. Покажись нам. У меня эфир грузит. Буду так иногда делать. Секира, инвалид, помогай. Если я не могу помочь, чувствую себя виноватой. Ну отлично. А в вашем мире кому помочь-то надо? Ну кому? Вы вину чувствуете в вашем внутреннем, ну в вашем теле. Вы за пределами тела вину не чувствуете. Вы чувствуете, это ваше внутреннее чувство. Чувство вины. Во мне оно. Вина к себе. Это моя вина. Это моя. Я чувство вины к себе испытываю. Почему? Потому что я вижу этот мир таким обездоленным, которым надо помогать. Я, дворец, создала этих инвалидов, блин, и никак не могу разглядеть их в себе, что это я инвалид. Поэтому у меня и вина к самому себе, потому что я никогда не понимаю то, что, блин, мне мир, мое зеркало мне показывает. Я проявлена через этих инвалидов, но я нихрена не хочу. Это они инвалиды. Это не я инвалид. Не, не я. Ну как бы чувство вины, это просто офигенное чувство. Это ключик, это механизм, это ваш инструмент, показывающий, блин, ребят, ну вы на себя посмотрите. Это вы. Вы себе поможете, мир отразит вам во внешнем мире другую ситуацию. То есть вы осознаете в себе инвалида, поймите, блин, почему вы такой инвалидный творец, недоделанный. Вот, и почему, ну, вы так творите. Не, вы классный творец, все творите прикольно, только начните уже себя разглядывать в этом. Как давать деньги, если попросили о помощи? Видеть в них равных и сил? Конечно, Мария, я никогда не даю никому деньги, не даю в долг. Я говорю, извиняй, все идет как надо. Я лучше помогу вдохновить человека, осознать, насколько, блин, круто то, что у него нет денег, и он теперь своим материальным миром себе показывает, какие у него долги к себе. И это очень быстро решается, когда ты ему дашь не рыбку на один день, а удочки, вернее, даже научишь его эти удочки самому делать, находить речку и познакомишь с рыбами. Вот, и как их потом готовить? Это же классно, а не просто дать одну рыбку и все. Я пошел, типа, я ему помог на один день, а всю жизнь ему остальную. Что делать? Вот, помогите человеку увидеть, блин, свои долги к себе. Нет денег, мы создали по своему собственному желанию себе, чтобы не было денег. Это мы так захотели, чтобы у нас так было, потому что мы себя познаем через внешний мир, пытаемся эти дыры вовне там золотать, с чем-то бороться и так далее, лишь бы на себя не смотреть и не познавать. Никогда не даю деньги, потому что если я даю деньги, то я как бы просто... Раньше бы я сказала, что я влезла бы в его жизнь, там ему все испортило, он там на самом деле все правильно, классно играет, а я ему палки в колеса. Вот, и сейчас я себе скажу, что это я влезаю в свою жизнь и себе палки в колеса ставлю. Ну, ты мега бог, да, и ты тоже. Я делюсь с родителями как с частью себя, они часть меня, я делюсь сама с собой. Но если ты делишься просто от того, что тебе деньги девать некуда, и видишь, что у твоих родителей пипец достаток, и у них тоже денег куры не клюют, тогда да, можно давать деньги. Но если ты видишь, у них недостаток, то тебе нужно этот недостаток в себе увидеть и проработать, а не деньгами эти дыры свои затыкать. У меня внутри чувство нехватки, не могу избавиться от него. А ты никак не избавишься от нехватки. Прикинь, у тебя дыра, ты пытаешься избавиться от дыры. У тебя ничего, ты пытаешься избавиться от ничего. Как можно избавиться от того, чего нет? Ну, невозможно от нехватки избавиться. Её можно только заполнить, увидеть там достаток. Как это увидеть? Разглядеть. Мы боги, в нас есть все чувства, мы их давим. Мы не хотим себя разглядывать, мы не хотим чувствовать, мы не хотим быть здесь сейчас. Только здесь сейчас, когда мы находимся и обращаем на себя внимание. А что я сейчас чувствую? Можно разглядеть все ваши недостатки и заполнить их. Но избавиться от того, чего нет, невозможно. Зависла. Нужно разобраться, какие чувства даёт болезнь. Ну да, и какие чувства я хочу испытывать без неё. Ну и да, и нет. Болезнь — это всего лишь здоровье. Когда глаза видят, система, да, наша видящая, она просто очень хорошо работает. Когда уши слышат, это наша система, то есть организм хорошо работает. Когда наше тело сигналит, нам сигналы подаёт, чтобы мы на это тело, там, через боль, определения какие-то, то, что вот там что-то не так, врачи нам говорят, да. Это просто система работает. То есть это самая здоровая система организма, работающая. А вот когда вы ничего не чувствуете, у вас ничего не болеет, боли не испытываете, вот тогда вы, скорее всего, больны. Потому что, ну, вы вообще с собой не разговариваете. Вы подавили в себе всё, что, блин, даже не понять. И к врачам давно не обращались. Вообще даже не знаете, что у вас там творится в теле. А оно там вам орёт, кричит. Но когда вы в себе это подавили, заметьте, все здоровые люди вокруг почему-то наблюдают одних больных. Потому что вы подавили это всё и наделились всеми своими чувствами подавленных, всех вокруг нейтральных персонажей, Микки Маусов, которых вы как проекцию себя видите вовне. То есть все больные люди вас окружают, потому что вы слишком здоровы. И ваше тело просто вам, блин, не сигналит. Вы не хотите видеть свои сигналы. Ну, поэтому весь мир вам сигналит просто. Обрати на себя внимание. Это не люди больные, а вы. Поэтому тот, кто больной, он абсолютно здоров. Просто как бы эти сигналы тела нужно обратить на себя внимание. Блин, а что же я пытаюсь себе сказать через тело? Тело, оно единственное, для чего оно нужно. Для того, чтобы чувствовать. Но чувствовать мы можем только здесь, сейчас. У мужа просить деньги – это тоже недостаток во мне. Ну, да. Если муж обижается и молчит, а меня это раздражает, что я не вижу в себе. Ну, это вы же обижаетесь и с собой не разговариваете. И себя раздражаете, чтобы наконец-то с собой поговорить. А если родители дают деньги уже взрослому ребёнку, это не вредит его жизни? Вы с позиции сейчас ребёнка или родителя это говорите? Про родители себя. Если родители дают деньги ребёнку просто потому, что ну просто дают ему. Они не видят в нём бедного, обездоленного. И чувство жалости к ребёнку не испытывают. Ну, как будто всё нормально. А если ребёнок берёт деньги, он сам себе их даёт через внешний мир. Потому что у ребёнка, в его мире ребёнка, нету никого, кроме его самого одного. Он сам себе даёт через всех людей. Ну, творец вот так берёт. Я думаю, эти деньги зарабатываю, получаю. А извне, что ли? Нет. Я сама себе их даю. Наделяю персонажей разных, которые якобы мне их дают. Но на самом деле, творец я, никого в моём мире нет. У родителей тоже ребёнка нет. Это проекция. Зеркало. Ну, то есть у мамы там, у папы. И то, что она даёт с чувством радости, да, своему нарисованному в Микки Маусе деньги, да, она множит эту радость. Но если она даёт с жалости, она свою жалость множит. К самому себе, конечно же. А чтобы меня сейчас понять, да, это надо, наверное, другие эфиры ещё посмотреть. Новенькие скажут. Бля, я сумасшедшая. Вот так. Когда я вижу дочку больную, почки, давление, отёки, на что мне обратить внимание? На свои почки, на своё давление, на свои отёки. Вы давите, слишком много думаете, как мне сегодня сказали. У меня тоже давление всё время. Блин, я очень сильно на себя давлю. Не, чтобы чувствовать, быть здесь сейчас, наслаждаться, блин, наблюдать за собой. Я много думаю. Мне надо быть вообще такой крутой, всезнайкой. И вот я слишком много думаю. Много знаю, и вот поэтому у меня и давление. Почки. Почки, они, это два, две почечки. Пять литров воды пропускают в час. Фильтруют. То есть, если наша печень создаёт полностью, 500 функций печень выполняет, создаёт ферменты, микро-макроэлементы, всё, что необходимо для нашего тела, она там создаёт всё, всю нехватку, всё вырабатывает, всё распределяет, а жидкостью работают почки. Вот. Мы состоим, блин, на сколько, на 70%, 80% я, что-то уже забыла, из воды. Вообще, весь мир состоит из воды. Вот. То здесь тоже нужно, где вы себя давите, и, а с водой, что, с почками? Блин, слушайте, у меня что-то ассоциативный ряд отключается, я нифига не могу понять, куда копать дальше, что сигналит почки. Что-то с водой связано. Подумаю, может, что придёт. Когда у меня есть вопрос, я просто себе сейчас мысленно уже 25 раз сказала, мне интересно сейчас понаблюдать, ну, как мне придёт ответ. Я не давлю на себя, и не пытаюсь его создать, осознать, там, мозги не надо, тут компосировать себе, просто, блин, мне интересно, как сейчас придёт ответ. И он как бы придёт такой, ха, к лампочке, как, знаете, включается, и всё. Как только ты перестаёшь бороться, и оно само собой приходит. Думаю насчёт почек. Всё, не думаю, сейчас придёт. Безответственное чувство к мужчине, это не любовь к себе. Ну, да, у нас всё упирается на не любовь. Работодатель отказывается платить, потому что сейчас все сидим дома, значит, я сама себе не даю. Да. Мне очень нравится, когда вы в конце ставите, знак вопроса, и во всех вопросах прям чёткий ответ всегда себе даёте. Ставьте восклицательный знак в конце века, допишите. Когда начинаю усиленно с вдохновением работать над собой, чистки, вибрации, повышая, приезжает пожить брат или мама. Не пойму, что это? Моя привязка, нежелание оторваться от них? А что, у вас есть желание оторваться от них? Ну, это же ваши родненькие, любименькие, вы к себе даёте внимание, внешний мир вам транслирует это внимание к вам. А сегодня ещё такое озарение было, о котором всегда знала, конечно же, всегда про это говорю, но сегодня прям хоба, и вспомнила, что я вам хотела это сказать про внимание. А, началось всё с рекламы. Блин, вообще классно. Я дала сегодня в закрытой группе медитацию, что, типа, мы сейчас Чайковского слушаем, ну, и делаем там свои делишки на сеансе. И Виктория, Виктория, привет тебе, она такая говорит, слушайте, я нихрена не поняла во время медитации ничего, смотрела этот болит, слушала этот болит щелкунчик, и поняла только одно, то, что в рекламе везде вставляют щелкунчика. А я ей, ну, и отвечаю, я как сама бывший рекламщик, настоящий, бывший, бывший будущий. Вот, я ей говорю, то, что ты понимаешь, что люди, которые делают рекламу, если они, блин, догоняют, как устроен мир, то, ну, блин, они вообще такие боги, они привлекают людей через чувства, потому что каждый человек не хочет ни квартиры, ни машины, ни ребенка, ни людей, ни денег, ни славы, ни богатства, человеку нужно чувства. И все. Ну, мы всегда хотим чувствовать что-то. Машина нам дает определенные чувства, слава богатства, определенные чувства, там работают определенные чувства, когда у нас деньги, определенные чувства, идем их, тратим определенные чувства, помогаем определенные чувства, всегда какие-то чувства. Блин, и рекламщики просто знают, как зацепить людей на чувства. Ну, конечно, блин, эта музыка божественная, Послушайте, щелкунчика Она вызывает вот это вот чувство легкости Такой Радости Вот я ее слушаю, у меня слезы катятся Неприятно, у меня мурашки бегут Там такие вибрации бегают Так повышает вибрации просто Вот классику послушать И ты прям чувствуешь, как у тебя вот этот подъем Вот это вот все начинает крутиться, вертеться И они вызывают эти чувства Когда рекламный продукт сопровождается Каким-то видеорядом, которое вызывает определенные чувства Слуховым Люди бегут покупать этот продукт Но не потому, что им этот продукт нужен Ну нахрен этот продукт не нужен Вообще человеку не нужно ничего, кроме чувств Они бегут за чувствами Так если вы хотите славу Если вы хотите богатства Если вы хотите любимого человека Если вы хотите Короче, вы хотите к себе внимания Вы хотите, чтобы вокруг вас были люди Те, которых вы хотите Или большую аудиторию Вы хотите стать блогером и так далее А вам что нужно дать человеку? Чувства Но чтобы дать эти чувства Нужно в себе разглядеть и себе И давать эти чувства А на какие чувства люди бегут? Как вампиры просто Я тоже так хочу Почему нас один человек привлекает А другой не привлекает? Это уже все давно Все знают, блин, психологи Но просто не рассматривали это с этой стороны С позиции творца Вот именно с этой точки зрения Все хотят любви Все хотят радости Все хотят драйва Все хотят свободы Все хотят эмоций Напишите огромные списки Вот, блин, вот этих чувств Эмоций, которые вы хотите испытывать Да начните их ощущать Вот просто возьмите И начните их ощущать Да просто Мамы с папой И там Как ты написала Не знаю, как тебя зовут Которые к тебе А, брат с мамой приезжают Да не только мама С братом приедут на один день Они жить у тебя останутся И соседи все сбегутся И все друзья начнут напрашиваться И там любимые все Рисуются вокруг Вот Потому что всем нужны вот эти чувства Эмоции Давайте в своем прямом эфире Не монотонные диалоги какие-то Вы же сейчас Все заделались там В блогерах Вещаете Просвещаете людей Вы делитесь Своими чувствами Эмоциями Вы сейчас Ну смотрите Много эфиров Где говорят о любви О чувствах И так далее И так далее Вы заражаетесь этим Вы хотите этим делиться У вас этого много Делайте это еще Блин Интенсивнее что ли Еще красочнее Еще энергичнее Прочувствуйте это Ну в глубине себя Насколько это кайфово Позвольте себе Эти чувства И вот тогда На вас Как коршуна налетят Все Все понятно Слава богу Слава богам Как относится Ко всей информации О пандемии Пандемии Чипирование Вакцинации Зачем это Что это для всех На самом Вот у меня был эфир Кто-то сказал Тут это В полосатой Футболке Я его выставила На ютуб канал И называется Коронавирус У меня слово там Коронавирус В названии Трансформация Клитивного сознания Или просто сознания И трансформация тела Что-то такое Блин я уже забыл название Вот На коронавирус Там точно было написано Слово Найдите у меня На ютуб Вот как раз таки Там рассказывала Как отношусь Офигенно отношусь Блин Мое зеркало Офигенно Я вижу Какая сейчас перестройка Внутри моего организма Внутри моего ума Потому что Я себя Щупаю Через внешний мир Внешний мир Вызывает во мне Определенные чувства Эти чувства Изначально во мне Породили Этот внешний мир И теперь Чтобы эти чувства Породившие Внешний мир Я щупаю Вовне Ну и как бы Собираю себя В целостность То есть я Этими чувствами Все это вокруг Сотворила Но блин Чтобы эти чувства Разглядеть Я на внешний мир Теперь смотрю И чувствую Я все Я щупаю Во мне Во мне Во мне Какие там эмоции Как он пахнет Блин Как он говорит Как он выглядит Как я могу Его потрогать Там Как представить Ощутить Это Все Я себя Познаю Через него Все что он во мне Вызывает Оно внутри Меня Я изначально Его своим чувством Создала А теперь Я эти чувства Рассмотрела Ну рассмотрела Но через Уплотненную форму Этого чувства Пока Это чувство Было не уплотненной формы Я его Ну это чувство Не могла Разглядеть А тот раз И рассмотрела То есть мы одновременно И там И там И вне И проявлены И непроявлены И поэтому Как я отношусь К пандемии Да офигенно У меня перестройка Сейчас Чипирование Где ваш фокус Внимание Я про чипирование Ни разу в жизни Нигде не слышала И не читала Вообще даже Не знаю Что это такое В моем мире Такого нету Но если будет Обращу Вакцинации Не делала Наверное С детства Вообще Себе никаких Привилок Не разу Я даже не думала Честно Так Бронхиальная Астма у ребенка Не хочу сейчас По здоровью Пока говорить Сегодня у нас Был эфир С Игорем Он телепатией Уже давно Занимается Считыванием Пространства Информации И очень долго Работает с людьми И по здоровью Вот И когда с ним Познакомилась Я общалась Ну к месяцу Да с ним Примерно И вот сегодня Наконец-то Вышла в эфир И мы Провели Такой знакомительный эфир Он многим понравился Все сказали Блин Классный чувак Классный мужик Ну реально классный Вот И мы решили В следующую нашу встречу Ну там Которая скоро будет На днях Не знаю Живу бесплатно На неделе Сделать прям Двухчасовой эфир С вопросами на ответы По здоровью С вопросами на ответы С ответами на вопросы По здоровью Вот У меня в телефоне Постоянно не хватает Памяти Последнее время Что это значит Ну и зачем Вы хотите Этот телефон Чем-то забивать Значит Вы в голове Тоже пытаетесь Забить Забить Себя какой-то Памятью Зачем Помнить Я ничего Не знаю Вы в точке Здесь сейчас Когда я ничего Не знаю Ставите Знак Равно Вместе с Богом То есть Вы Бог Когда вы ничего Не знаете Я не знаю Мне интересно Сейчас понаблюдать Ну вот Как это будет Ну интересно Я вот знаю Ну что У меня нет денег Ну все Вот это вот Я знаю Ваш шаблон Он не дает вам денег Ну как только Вы себе Грите Блин Да я ни хрена Не знаю Мне вот интересно Блин Откуда они Сейчас появятся И только В этот момент У вас рождается Куча вариантов Событий Чтобы деньги К вам пришли Вообще Всякими способами А они придут Если вы будете Продолжать Не знать Ну как только Опять Ну я знаю Что они приходят От работы Ну я знаю Что мне надо Зарабатывать Ну я знаю Что мне нужны Клиенты Ну я знаю Что мне вообще Для того Чтобы чувствовать И жить Нужны деньги Ну вообще На хрена Вам эти деньги Если вы хотите Чувствовать А если у дочки 129 килограмм веса На что мне Обратить внимание У меня 80 Ну почему Вы хотите Увидеть такой Ну вы же Ее создали И наделили Какими-то Определенными Чувствами Я смотрю Твой совместный эфир Очень круто С диджеем А Вчера был Тоже Классный эфир Нейли А если организм Атакуется Сам себя Аутоиммунное Заболевание Это я сам себя Такую Знак не вопроса Восклицательного Знака в конце Блин Вы так классно Знаете Вы реально Знаете Все ответы Все ответы Внутри вас Когда вы задаете Вопрос В нем Всегда есть Уже ответ И вы четко Прям даете Ответы Но Вы в себе Сомневаетесь Вот это чувство Сомнения Вечное Вызывает Хаос В вашей жизни Потому что Вы всегда Во всем Сомневаетесь А вы не Сомневаетесь Вы не знаете Но я не знаю Но мне интересно Понаблюдать И что бы вам Не пришло Извне Знаете То что это Ответ Вам Потому что Вы создаете Эту реальность Никто за вас Ее не создает Вы ее создаете Поэтому нет Правильных И неправильных Ответов Есть Реальный ответ Или множество Этих ответов И какой бы вы Не получили Он ваш Он правильный И вами созданный Перестаньте Сомневаться Сегодня Думал Что для меня Лишний вес Лишняя вода В организме Значит Много лишней Пустой информации Во мне Интересно Вода Это информация Тоже Неплохой Вариант Да У каждого Будет свой Ответ Не может Один ответ Будет на всех Психосоматика Ну в основном Очень классная вещь Вот был сейчас Да Вопрос Оно дает Общее понятие О заболевании О причине заболевания Общее понятие Но каждый человек Это индивидуальный Вы можете Посмотреть ответы Уже готовые В психосоматике Да Там что К примеру К чему нога Или рука Или голова Или глаза Там Болят Но поразмыслив Вы все равно Придете к своему ответу Это как такой Общий Устредненный Ответ Но вам нужно Найти свой ответ И когда вы его найдете Вы будете знать Что это ваш ответ У вас будет просто Лампочка над головой Вы ее увидите Как она засветится Вы просто такие Блин Ну точно Вот когда вы такие Вот точно Знаю я Инсайт такой Вы точно знаете Что это так Вас торкнуло И материальная Действительность Меняется Но чтобы она Поменялась Вам нужно Понаблюдать Еще раз Я не знаю Как Мне интересно Как Но если Вас торкнуло Ничего не меняется То вы просто Продолжаете Гонять Вот этот шаблон Я знаю Я знаю Я знаю Что я болею И не выздороветь Я знаю Что я Блин Там у меня ВИЧ И все И короче Это не лечится Я знаю Но вы знаете Да Но наш организм Сейчас Имеет Все Абсолютно Все Варианты Возможности Самоисцеления Наша клетка Знает Как жить Вечно И бесконечно Самоисцеляться Но наш ум Знает И поэтому Он не дает Это делать Как сейчас Правительство Манипулирует Нашими чувствами Это ваш Собственный ум Манипулирует Каждой клеточкой Тела И знает Как ему там Жить Быть Когда есть Когда спать Что делать А правительство Это просто Ваша проекция Вашего ума Посмотрите на правительство И поймете Как вы умом Пытаетесь руководить Своей жизнью Но ум Он нихрена не знает Ум Это опыт Нажитый Этой жизни А представляете Вы проживаете Во всех Бесконечных Вариантах Жизни В каждой клетке В каждой клетке Червяка Человека Собаки Растения Вы проживаете Все эти жизни Бесконечные Здесь и сейчас Но ваш ум Знает Только Вот этот миг В этом теле И вы такие Ну все Я знаю Но как только Вы позволяете Себе не знать И не пытаетесь Руководить Вашим телом А по импульсу Мне интересно Там Как сейчас это Как сейчас то Ваша рука Выключит чайник Вот я Как раз в прошлом эфире Говорила Именно на том месте На определенной Температуре воды Которая вас исцелит Которая вам нужна Если вы не знаете Какая вам нужна вода Вы всегда Отключите чайник На той температуре Плотности Вязкости Там Воды На его свойствах Которые вам Прям вот Нужны Прям для клетки Здесь сейчас Но когда вы не знаете А если вы знаете Что она должна вскипеть Ну как бы Вы клетке Не дадите получить То что она хочет Для самоисцеления Так Ладно Все Я выхожу Спасибо Люблю Целую Спасибо за субтитры